книга открытым оком том 13 вопрос 2751 тема литература посмотрел фильм гладиатор про генерала попавшего в плен некогда он был претендентом на римское царство при аврелии марки почему фильме ни слова не было сказано о христианах если это было в риме отвечает игнатий тихонович лапкин аврелий марк 121 180 года жизни римский император состав 61 года сын притора анни вера вырос в риме в кругу близком к императору адриану 138 году усыновлен антонином пием первое время правил совместно с луцием вером умер 169 году подобно антонину пию опирался на сенаторское сословие и во внутренней политике стремился к упорядочению законодательства и бюрократического аппарата за 162 года после вторжения парфян в сирию по 166 год вел войну с парфянами окончившуюся восстановлением протектората над армении и захватом месопотамии со 166 по 180 годы так называемую маркоманскую войну со вторгшимися придунайские провинции германцами и сарматами постоянные войны привели к ослаблению империи вызвали эпидемии и обнищание населения при нем в 172 году в египте вспыхнуло восстание будучи последователем стоической школы аврелий философском сочинении наедине с собою выражал стремление к моральному самоусовершенствованию и неверие в возможность совершенствования политического строя большая советская энциклопедия 130 лет прошло со дня воскресения христа из мертвых думаю что авторы сценария просто не хотели упомянуть о христианах они конечно же были их было много аврелий марк был образованный император но и он гнал последователей иисуса фильме его сын комод показан деспотом и крайне бесчеловечным бесчестным человеком но о нем говорится что он был более снисходителен к христианам так что не можем верить безбожным историкам и в достоверность описываемых событий фильме деяние 17 6 не найдя же их повлекли и асона и некоторых братьев городским начальником крича что эти всесветные возмутители пришли и сюда если нерон устроил такую бойню на аренах христианам почти за сто лет до клавдия то сколько же их было в 159 году нерон клавдий клавдий цезарь 30 с 37 по 68 год жизни римский император с 54 года из династии юлиев-клавдиев первые годы правил согласии с сенатом находясь под влиянием префекта притория бурра и философа сэнеке затем перешел к политике репрессий и конфискаций восстановивший против него не только сенаторскую знать заговор пизона 65 год но и другие слои в числе жертв нерона были его ближайшие родственники включая мать и многие выдающиеся люди сын эко поэт лукан писатель петроний и другие шестьдесят восьмом году против нерона восстали наместники провинции виндекс гальба покинутый даже приторианцами нерон бежал из рима и по дороге покончил жизнь самоубийством источники рисуют его самовлюбленным жестоким и развратным увлеченным больше своими артистическими занятиями чем государственными делами которые он передоверял своим отпущенникам и другим временщикам большая советская энциклопедия 1 коринфянам 15 32 по рассуждению человеческому когда я боролся со зверями в эфесе какая мне польза если мертвые не воскресают станем есть и пить ибо завтра умрем римлянам 1 15 и так что до меня я готов благовествовать и ма и вам находящимся в риме упоминание о христианах отвлекло бы внимание зрителя от основного сюжета и кроме того на фоне кроткого мужества христиан все действия языческих героев показались бы более мелкими и потеряли бы свое варварское великолепие и не нужно забывать что главная цель создателей таких фильмов это не изложение исторической правды а развлечение зрителей беспринципность к тому кто жил без правил был неразборчив дружбе и всеяден сто раз на дню ступал на те же грабли ошибки совершал одни и те же кряду так поступают только потому что иисус не стал их главным другом уставы правила под самость гнут и мнут душа слепая лошадь на жерновах по кругу то не сотрудники как с ними тяжело их путь извилист по каком ямам к добру стремясь высиживают зло владычица их сердце самость священное писание есть свет но польза от него лишь там где совесть то капитальный труд не с кляксами конспект принципиальность ценно с божественной солью на первом месте чистота души уметь расслышать голос иеговы где совесть чистая сомнением не першит как догадались там вторично божье слово быть человеком можно лишь с христом поступки с божьей истиной сверяя кто в этом направлении не двинул и перстом тот о каком хлопочем и лопочет раем живу уже не я но иисус хозяин вершит свой труд во мне я с ним согласен где послушание в сотрудники не взяли там слово божие не отличат от басен невежды грубым обзовут надменно подлог составят принципы порушат что из того под зад таких коленом грех оскопил контузил ненужные им уши будь тверд библейской крепостью в иисусе ласкай на слух и на язык писания есть принципы духовные зовут путем их узким день торжества в конце пути настанет 2 мая 2005 год игнатий лапкин